Украинских пленных в российских тюрьмах посетит турецкий омбудсмен. Москва согласовала визит шерифа Малкача. Россия по-прежнему не соблюдает Женевские конвенции. Мы это видим по тому состоянию, в котором возвращаются домой воины после плена. Однако, наконец, стало известно, что РФ согласовала визит главному омбудсмену Турции, шерифу Малкачу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военно-пленные. Дмитрий Лубенец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В Телеграм. Возвращаясь из плена, украинские военные рассказывают об унижениях, избиениях, голоде и пытках. Киев требует, чтобы военнопленных обследовали иностранные врачи. Но Россия, вопреки нормам Женевских конвенций, до сих пор не согласовала работу смешанных медицинских комиссий. Благодаря им тяжелораненых защитников могли бы возвращать в Украину или вывозить в нейтральные страны. В Украине такую комиссию создали еще летом 2023 года. Я был в одном из лагерей содержания российских военнопленных, и россияне-раненые спрашивали, почему не проходят обмены, почему их не возвращают на родину. И, собственно, ответом на этот вопрос является тот факт, что российская сторона до сих пор, больше года уже прошло от образования смешанной медицинской комиссии с украинской стороны, до сих пор ничего не сделала. Мы готовы к тому, чтобы возвращать домой тяжелораненых и тяжелобольных. Более полугода в России не согласовывали и визит шерифа Малкача. Турецкий омбудсмен обратился к российским властям еще в конце марта 2024-го, после поездки в Украину. Здесь он встретился с семьями украинских военнопленных и пропавших без вести, а также посетил лагерь «Запад-1», где удерживают российских военных. Я передам эту информацию, расскажу о своем посещении российскому омбудсмену Москалевой. Я буду просить, чтобы таким же образом я смог посетить украинских пленных, которые удерживаются на территории России. Я очень надеюсь, что нам удастся это. После этого мы будем думать, какие именно лагеря и тюрмы попросим нам показать. На этом этапе самое важное – увидеть, примут ли российские уполномоченные лица и омбудсмены наши предложения посетить украинских пленных. В июле 2024-го Малкоч сообщил, что Россия игнорирует запросы офиса главного омбудсмена Турции и отметил, что Анкара намерена обратиться по этому поводу к генеральному секретарю ООН. По результатам визита в Украину мы провели онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и написали письмо, но ответа так и не получили. В этой связи я написал письмо в посольство России в Анкаре 5 июля 2024-го года. Мы стараемся наладить все возможные контакты по этому вопросу. Это нелегко, поскольку имеем дело с Россией. Шериф Малкоч, главный омбудсмен Турции. Какие места содержания украинских пленных в России посетит турецкая делегация, а также точные даты визита, пока неизвестны. Ранее Малкоч заявил, что по итогам поездки планирует опубликовать детальный отчет об условиях, в которых находятся украинцы. А лучшим из возможных результатов назвал содействие обмену пленными. Валерия Никипелова для телеканала Фридам.